Формы, процессы и виды памяти Память – уникальный психический феномен, а даже не только в том, что разгадка ее природы еще только в самом начале. Она представлена в различных формах и видах, имеет существенные индивидуальные различия. Это говорит о многогранности этого феномена. Начнем более подробное знакомство с этим познавательным процессом с выделением форм памяти или иначе этапов переработки информации, выделяемых на основе временной последовательности, запоминания информации и ее сохранения. Первые предположения о формах памяти были сделаны канадским психологом Дональдом Хеббом в 1949 году. Он высказал предположение, что след памяти формируется в два этапа. В соответствии с этими этапами им были выделены кратковременная и долговременная память. По Хеббу кратковременная память – это процесс, обусловленный повторным возбуждением импульсивной активности в замкнутых цепях нейронов, не сопровождающихся морфологическими изменениями. Долговременная память, напротив, базируется на структурных изменениях, возникающих в результате модификации межклеточных контактов – синапсов. Позже, в 1968 году, американским психологом Ричардом Аткинсоном была выделена третья форма памяти. На основании взаимодействия форм памяти он предложил трехкомпонентную теорию памяти, в которой изложил свое понимание этапов переработки поступающей информации. Согласно Аткинсону, структура памяти представлена тремя последовательно работающими блоками. Первый – блок сенсорных регистров, где информация хранится как 0,1 – 0,5 секунды почти в полном объеме в форме модально закодированных физических признаков стимуляции. В соответствии с видом стимула сенсорная память может быть иконическая, связанная со зрением, эхоическая, связанная со слухом и прочее. Основными способностями этой формы памяти являются информация всегда модально специфична, полностью соответствует физическим характеристикам стимуляции, информации содержится больше, чем может быть переработана на следующих этапах, отсутствие избирательности, информация не поддается сознательному контролю и управлению. Второй – блок кратковременной памяти, где объем хранима в вербально-акустическом коде информации, небольшой, а длительность хранения обусловлена проговариванием, перекодированием, выбором способа запоминания. Данные хранятся здесь в порядке поступления информации. Забывание в кратковременной памяти происходит в результате вытеснения старой информации новыми сигналами. Для перевода следов события в долговременную память требуется от 15 минут до часа. Это время называется периодом консолидации. Это время необходимо для изменения в нейронах и их связях друг с другом. Третий – блок долговременной памяти. Объем и время хранения не ограничены, а информация представлена в форме семантических кодов. Многочисленные исследования показали, что в долговременной памяти хранится значительно большее количество информации, чем та, которая доступна воспроизведению. По этому признаку выделяют два типа долговременной памяти. Актуальная долговременная память, сознательным доступом, лагентная долговременная память. Человек в естественных условиях не имеет к ней доступа. В скрытом виде в ней хранится абсолютно все, что с нами происходило с момента рождения и даже за некоторое время до него. Академик Наталья Бехтерева уверяет, что мозг помнит все, всю нашу жизнь по секундам. Он выдает нам только то, что необходимо на данный момент для решения тех или иных задач. Известны различные методики пробуждения воспоминаний — гипнотические, медитативные, психоделические, дыхательные. Эти методы оживляют картины индивидуальной жизни, забытые или вытесненные в подсознание, а также пренатальные и трансперсональные воспоминания. В долговременной памяти данные накапливаются в соответствии с их значимостью. По клиническим исследованиям канадского нейрофизиолога и нейрохирурга Уальда Пенфилда, проведенным в 50-х годах в Монреале, стало известно, что кладовая долговременной памяти находится в височных отделах коры головного мозга. При детальном анализе временных характеристик памяти используют более дробное деление ее на следующие формы — сенсорную или ультракороткую, первичную, вторичную, третичную. Сенсорную и первичную память относят к кратковременной, вторичную и третичную к долговременной памяти. Промежуточная форма памяти существует на уровне гипотезы, так как экспериментальных данных по ее изучению пока нет. Считается, что эта форма памяти обеспечивает сохранение информации в течение нескольких часов и накапливает ее в течение дня. Во время ночного сна информация классифицируется, сортируется, группируется и переводится в долговременную память, освобождая промежуточную память для приема новой информации. Если человек спит менее трех часов, его промежуточная память не успевает очищаться, а это ведет к нарушению выполнения мыслительных и вычислительных операций, снижению внимания и памяти, к ошибкам в речи и действиях. Оперативная. Обслуживать непосредственно осуществляемую человеком деятельности. Информация в оперативную память поступает как из долговременной, так и из кратковременной памяти. Как психологическая функция, память включает в себя следующие мнемические процессы. Запоминание, воспроизведение, сохранение и забывание. Рассмотрим каждый из них. Запоминание. Обобщенное название процессов, обеспечивающих удержание материала в памяти, существует в трех формах. Запечатление. Прочное и точное сохранение в кратковременной и долговременной памяти событий в результате однократного предъявления материала на несколько секунд. Запечатление отражает эмоционально потрясающие, жизненно важные события. Непроизвольное запоминание – это сохранение в памяти событий в результате их многократного повторения без намеренного использования специальных приемов. Непроизвольно запоминается лучше то, что имеет для нас особенно важное жизненное значение, что вызывает интерес и эмоции. Произвольное запоминание, заучивание, специально организованная мнемическая деятельность, направленная на сохранение в сознании того, что связано с целями и намерениями личности. По виду выделяют механическое запоминание, основу которого составляет многократное повторение, и логическое – его основа понимания материала. Экспериментально установлено, что логическое запоминание во много раз продуктивнее механического. При механическом запоминании в памяти через один час остается только 40% материала, а еще через несколько часов – всего 20. В случае осмысленного запоминания срок процентов материала сохраняется в памяти даже через 30 дней. Механическое запоминание требует многих повторений. Механический заученный человек не всегда может припомнить к месту и времени. Облегчает запоминание поставленная цель запомнить надолго, логический структурный материал, непременное условие заучивания, организация процесса заучивания, продуманная последовательность и распределение заучиваемого материала во времени. Задействование всех видов памяти, запоминая материал, его следует записывать, конспектировать. При запоминании материала, в котором преобладают механические связи, следует применять мнемотехнические приемы. Мнемотехника – это система специальных приемов, служащих для облегчения запоминания совокупность искусственных приемов, способствующих запоминанию. Второй мнемический процесс – сохранение или архивизация, более или менее длительное удержание в памяти сведений, полученных в опыте. Сохранение не является пассивным процессом складирования информации. Ранее запомненное взаимодействует с вновь усваиваемым, образуются новые взаимосвязи, происходит уточнение и дифференцирование информации. Воспроизведение – процесс памяти, в результате которого происходит актуализация закрепленного ранее содержания психики путем извлечения его из долговременной памяти и перевода в оперативную. Процесс воспроизведения может осуществляться на различных уровнях. Узнавание – это воспроизведение какого-либо объекта в условиях опоры на восприятие. Собственное воспроизведение осуществляется без опоры на восприятие того объекта, который воспроизводится. Припоминание – активные поиски, преодоление трудностей в воспроизведении, что требует волевых усилий. Кстати, затруднения в воспроизведении материала могут усиливаться при сильном желании припомнить, что вызывает торможение в нервной системе. Забывание – процесс, приводящий к утрате четкости и уменьшению объема закрепленного в памяти материала. Невозможность воспроизвести, а в крайних случаях даже узнать то, что было известно из прошлого опыта, заключается в прерывании доступа к запомненному ранее материалу. Процесс забывания характеризуется рядом закономерностей. Забывание протекает во времени неравномерно. Сначала забывается то, что усвоено недавно, потом забывание распространяется на то, что усваивалось раньше. Забывание в сенсорной памяти – это угасание, выцветание, маскировка другим стимулом. В кратковременной памяти – выталкивание старой информации и новой, если нет повторения. В долговременной памяти причин забывания много. Возраст. Неиспользованная информация. Подавление или мотивированное забывание. Исследования показали, что в возрасте от 5 до 11 лет кратковременная память как основа долговременной существенно улучшается, затем она сохраняется на стабильном уровне до 30 лет, а позднее от 30 до 70 лет может либо улучшаться, либо ухудшаться. Неиспользованная информация. Забывается то, что не применяется в дальнейшем. Крылатое выражение образования – это то, что остается, когда все выученное забыто, не утратило своей истинности. Подавление или мотивированное забывание. Целые блоки памяти стираются в результате дегенеративных процессов в нервной системе или мозговых травм, приводящих к утрате функций некоторых тканей. Гипотеза интерференции забывания обусловлена тем, что вновь поступающий материал как бы накладывается на уже существующий, приводя к разрушению ассоциативных связей. В настоящее время выделяют два общих вида памяти – генетическая и прижизненная. Генетическая память является памятью вида, она передается и воспроизводится по наследству. Генетическая память определяет биологический процесс развития, а также формы врожденного поведения. Хранится в генотипе – молекулы ДНК. Прижизненная память приобретается каждым отдельным организмом индивидуально в процессе его жизни. Выделяют довольно большое разнообразие видов прижизненной памяти. В 1935 году Павлом Петровичем Блонским в работе «Память и мышление» по характеру психической активности были выделены следующие виды памяти. Двигательная, моторная – это память на движение, служит основой формирования различных практических и трудовых навыков. Эмоциональная – память на чувства и переживания. Образная, сенсорная – это память на образы, звуки, запахи, вкусы. При удержании в памяти образ претерпевает значительную трансформацию. Утрачиваются детали, фигуры преобразовываются в более простые. Словесно-логическое, интеллектуальное – память на знания в речевой форме. Логические схемы, математическую символику. По степени участия воли память подразделяет на непроизвольную и произвольную. Индивидуальные различия памяти у людей бывают количественные и качественные. Количественным относят параметры продуктивности памяти – объем, быстроту запечатления, точность воспроизведения, длительность сохранения, готовность к использованию сохраненной информации. Эти различия связаны с особенностями типов высшей нервной деятельности – силой и подвижностью процессов, возбуждения и торможения у разных людей. В то же время у одного и того же человека продуктивность памяти может варьировать в зависимости от субъективных и объективных факторов. Качественные различия касаются а. Доминирования отдельных видов памяти у разных людей – зрительной, слуховой, эмоциональной, двигателей и другими. При этом важно отметить, что у большинства людей все же доминирует зрительная память. Дополняющие ее виды могут значительно варьировать. Б. Особенности протекания процессов памяти.